Привет, меня зовут Мухаммед Баняхя. Мой прозвища КамАЗ. Я чувствую перед боем отлично. Мне готовил Владимир Батуллин из Азаменджи. Я не переживаю ничего, никаких эмоций. Желаю ему удачи завтра, чтобы мы показывали красивый бой. И самое главное без трав. Своим будущим в Махаче чемпион Махач. Привет, меня зовут Дмитрий Рожко. Карабин. Потому что бью жестко. Я проиграл, но показал характер и зрелище. Стал жестче работать одиночными ударами. Сам готовился. Есть фишки, вы увидите их в бою. Соперник хороший, мы к нему подготовимся. Эмоции хорошие, только вперед и показывать зрелище. Девиза нет, но я люблю очень драться. И это будет мой девиз. Ну что, друзья, сейчас пришло время по-настоящему тяжелой артиллерии. Давайте поприветствуем первого бойца. Рожко Дмитрий! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Дима является базовым боксером, КМС по боксу, участник множества национальных и международных турниров по боксу. Его рост 180 см, вес 100 см и ему 23 года. Дрался уже на Махаче против одного из сильных бойцов тяжелой категории Мовчина Андрея. Тогда поединок закончился остановкой угла. Давайте поприветствуем Диму и пожелаем ему удачи, друзья! И поприветствуем его оппонента Биньяхья Мохаммед! Верн Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представитель жаркой африканской страны Марокко. Настоящий великан, обладающий высоким уровнем техники и физической мощи. Его рост 191, вес 103 и ему 30 лет. Профессиональный боец ММА с рекордом 13-4. Обладатель пурпурного пояса по БЖЖ, а также чемпион мира по ММА в 2014 году. Также имеет один поединок в Махаче и уверенную победу нокаутом над Калашниковым Александром. Давайте встретим Мохаммеда и поприветствуем его в нашем мешкогоне. Рейтинговый поединок в тяжелой весовой категории 90-110. Тяжелая артиллерия, Фил. Очень тяжелая артиллерия. Слушай, Дима у нас, извини меня, тоже с пушечным ударом. Но и Мохаммед... Мы помним его прошлый бой. Скажем, что он там делал. Во-первых, у него габариты есть. По ММА я помню его поединке. У него невероятно тяжелый удар. Ты смотрел? Да, да, да. Судьи готовы? Первый раунд! Время! Бой! Мохаммед будет больше работать в клинче, чтобы сдержать Диму. Мохаммед немного повыше Димы и... Ничего себе, немного. Значительно, да. И по комплексии Мохаммед выиграет, но нельзя списывать Диму со счета. Вот первый, да, понесся вперед Дима. Напоминаю, Дима в черных тейпах, Мохаммед у нас в желтых тейпах. Пытается, пытается подобраться. У меня уже ладони потеют. Я просто стою и понимаю, что сейчас будет очень что-то жесткое. Но я уверен, что Мохаммед будет по полной включать свой клинч в этом поединке, чтобы удержать Диму. Но и Диме будет, конечно, очень сложно подобраться. Вообще полностью даже на физике как-то переломить Мохаммеда, потому что ты видишь... Ты на физику не смотри. Да. Тут именно тот момент, когда на физику не стоит смотреть, но это тяжелый вес. И ты сам понимаешь, один удар... Один удар может очень все кардинально поменять. Да, вот было у нас сближение, так немного пытался прихватить в клинч Мохаммед своего оппонента. Вот даже кажется, ребята работают очень легко руками, но тем не менее, когда этот легкий удар... Залетает. Залетает, это очень страшно. И мне бы даже не хотелось чувствовать эти удары на своем лице, на своем корпусе. Я надеюсь, камера передаст весь звук, всю силу этих ударов. Вот эти шлипкие, да, именно такие, даже не шлипкие, а глухие такие удары. Пока размеренно работают у нас спортсмены, никто не пока... Просто ребята выжидают, прощупывают почву, пытаются понять, что, как, какие... У соперника слабые стороны. Но мы помним Диму еще по его поединку. Насколько он нас тогда впечатлил в своем дебютном поединке. Да и Мохаммед, в принципе, тоже... Диме не хватает татуировки реально где-то на животе или на спине, на груди медведя. Медведя, да-да-да-да. Ну, а тем не менее, пока у нас так пристреливаются все равно ребята. Напоминаю, трехраундовый поединок. Формат по 2 минуты каждый раунд. И есть время у бойцов пристреляться. Видишь, пока начинает атаку... Не совсем уверенно Дима начинает свою атаку. Последние секунды первого раунда. И довольно сложно, кто будет забирать концовку. И снизу, и снизу. Тем более, у него очень хорошие регалии еще у Мохаммеда. Регалии, да, по спорту. И по ММА, я помню, он реально выступал. У него тяжеленные удары. Когда он складывался со своими ударами, особенно в этих четырех сновых перчатках... Это было страшно? Это было не то, что страшно, я переживал за его оппонента. Не насколится ли там череп, да? Да-да-да. Но! Но! Его удары сильнее всегда в борьбе. В граунд-н-паунде. А здесь стойка. Посмотрим. В принципе, он и стойки хорошо наносит удары. Но, в принципе, и Дима, и Мохаммед себя не совсем хорошо раскрыли в первом раунде. Это был разведывательный раунд. И посмотрим, как они будут начинать второй раунд. Ну, я так скажу. Я наблюдаю сейчас за Димой. И, мне кажется, ему нужно уже действовать. Потому что он немножечко задышал. Ну... Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть минимально. Поэтому Диме нужно ускоряться, если он хочет что-то сделать. И не то, что ускоряться. Ему надо рвать темп поединка. Потому что первый раунд у нас прошел довольно в спокойном темпе. Бойцы присматривались, перестреливались. Не было прям таких явных агрессивных атак. Там пытался Дима сблизиться. На оглашение, бойцы. В конце первого раунда, скажем так, остановкой врача победу одержал Беньяхья Мохаммед! И Мохаммед одерживает вторую победу. Представь, да, глаз в глаз у Димы. Судя по всему, у Димы проблема с глазом. Дима, что случилось? Расскажи, пожалуйста. Закончился первый раунд. Не смог открыть и сразу почувствовал острую боль снизу. Это так важен был этот бой для меня. Я понимал, что это был мой последний шанс показать себя. Потому что я в шедшем поединке проиграл. И в этом, получается, проиграл. Буду очень рад, если дадите возможность еще одну. Но с такими боями не проходят. Спасибо большое всему Махачу за шанс. Благодарен очень. Спасибо сопернику. Спасибо. Давайте поддержим Диму, чтобы не расстраивался. Второй поединок заканчивается остановкой врача. На самом деле, видите, он не сдается, он бы готов был продолжать. Я думаю, мы подумаем над тем, чтобы Дима еще проявил себя. Мохаммед, тебя с победой! Очень хорошие у тебя параметры и задатки быть чемпионом в этой весовой категории. Что скажешь? Я по-любому буду чемпионом в этой категории. Я очень хочу благодарить друзей, которые приехали из Харькова. Меня поддерживали цену ребята. Тренер Владимир Батуллин. Ему огромное спасибо. Самый лучший тренер. Борка, спарринг-партнер. Ну, вы знаете его, конечно. Конечно, Боря. Давайте еще раз поздравим Мохаммеда с победой и поаплодируем этим двум великанам, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ